на ремонте вот такая газовая колонка деваль проблема хозяева сказали что она протекает необходимо устранить течь здесь она уже просто откручивается снизу два винтика где-то в этом месте протечка для того чтобы ее устранить уже она снята необходимо подсоединить воду под давление вот здесь выход воды здесь вход выход заглушиваем она вход подаем давление давление подадим обыкновенным шлангом сюда подходит шланг от стиральной машинки отключаем стиральную машинку подключаем резьбу 3 четверти подключаем шланг даем давление открываем кран и смотрим где будет протекать для того чтобы принять решение какие действия дальше если подать воду я подключил если подать воду отключил просто обыкновенный шланг на подачу не закрыто то сразу определилась где есть утечка воды на колени внизу наколенная дырка большая и вот наколение еще с этой стороны тоже протекает не видно где конкретно дырка так с разбега не видно нужно наверное снимать просматривать но здесь явно видны две протечки я уже определился буду снимать ну и пытаться устранять проблему потому что не отдельно не отключается этот вот этой части это все вместе одна деталь будет стоить недешево и так для того чтобы снять весь теплообменник и его подваливать нужно в принципе снять вообще вообще весь механизм тут так все напичкано что он отдельно не снимается вытаскивать вот это вытащишь это вытащить непонятно как его вытаскивать путь получается нужно открутить все винты эти и все крепящие к корпусу все крепящие к корпусу где они находятся вот на этой стороне на самом деле это саморезы но острые части прикрыты вот такими колпачками поэтому нужно найти колпачки поснимать и с той стороны эти саморезы повыкручивать как то вот такая последовательность не очень логичная но есть то что есть кроме я так думаю не нужно будет газовую часть снимать вот это остальное придется все выкрутить ну вот как то так не буду уже показывать просто саморезы берем и ну что же хочу вам сказать что для того чтобы снять тэн нужно снять все причем очень неудобно получается нужно открутить все вместе с вот этой частью в газовой газовыми горелками потом но понятно что вот это вентилятор открутить но вообще вот вентилятор открутить там тоже есть крепление к корпусу нужно открутить вот здесь винты пластины и потом тут так сделано такой специальный на на этой трубке такой калачик закруглены чтобы его можно было сгибать и получается она что-то высовывается насильно утапливаете и насильно вытаскиваете но не прямо сгибает трубку и это правильно потом откручиваете вот здесь входную трубку она скручивается через вот дырочки которые есть в корпусе здесь два винтика и вытаскиваете вот эти винты на газовом распылителе значит и еще нужен и сам газовый распылитель открутить вот здесь вот винтики через вот эти отверстия пробки и только тогда есть возможность все это по очереди по вытаскивать причем нужно будет вам запомнить все вот эти датчики где они находятся потому что датчики закреплены на трубке вот этот датчик вот эти два датчика вот эти два датчика лишь придется откручивать убирать но вам нужно запомнить на каком они вместе были ну вот такая сложная схема помочь ничем не могу действительно такая серьезная ситуация но после того как все открутили она начинается двигаться и начинает вылазить правда придется вот эти вот стяжки посрезать стяжки для провода но единственная ситуация это что необходимо запомнить где она находилась вот такая ситуация ну а теперь приступаем к извлечению и уже будем заваривать или запаивать как получится не всегда приходит получается заварить ну что же я вот снял уже начал ликвидировать трещины значит одну трещину уже заварил и варится хорошо так как колонка недорогая металл тонкий теплоотвод не очень сильный варится хорошо значит зачистить зачистил вокруг трещины все но так это развернуло морозом чтобы туда не заплывал металл припой собственно и все разогреваем и будем варить в принципе нам не нужен 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 только крыток флюс не нужен так как это меч нагревается она хорошо за счет того что тонкостенная бывает не заваришь из-за того что толстостенная на фирменных толстостенные трубки теплоотвод такой сильный что ну невозможно заварить не нагревается вот таким образом можно решить проблему у меня есть еще одна трещина на другой стороне лопнула я буду ее заваривать тут уже показывать не буду точно такая же здесь немного неудобно придется отвернуть вот здесь вот под лепестком и сейчас загну этот лепесток и буду заваривать ну и потом снова опрессую посмотрю протекает таким образом можно решить проблему с колонкой непростая задача возможно вам придется обратиться к специалисту если у вас нет газовой горелки но однако это возможно отнесли буквально за пару минут сварщик вам решит эту проблему если конечно разорвало снаружи но в моем случае по моему произошло именно так подписывайтесь на канал не буду уже показывать как его собирать в обратной последовательности думаю в этом нет необходимость собирайте и колонка у меня отправляется клиенту вы можете например свою собственную точно также отремонтировать